Супровождение почтенных мужей Супровождение почтенных мужей Супровождение почтенных мужей Она была девушкой не простой, а с каким-то особенным содержанием. Во-первых, спорила с азартом юной неопытной женщины и с упрямством ребенка. Во-вторых, все время упоминала наряду с живыми людьми, окружающими ее, и каких-то литературных героев. И становилось и смешно, и странно на душе. Тогда, разглядывая ее руки, наверное, каждый вспоминал ее манеру себя вести, и тогда ее худенькие запястья и тоненькие пальчики на руке становились более обаятельными, более привлекательными и милыми. Она играла на гитаре, пела, рисовала. И те мужчины, что были вокруг ее, тоже играли на музыкальных инструментах, сочиняли стихи и рисовали. Казалось бы, среди них она и могла найти свое счастье. Один из них был композитором. У него было широковатое лицо, глаза лучились улыбкой, волосы с одного поку на голове слегка кудрились. Он работал в музыкальном отделе Народного университета искусств. Когда эта 18-летняя девушка приходила к нему в комнату, все в комнате становилось загадочным. От нее слегка пахло пудрой, и в этом было что-то фантастическое. А от него слегка пахло и не то одеколоном, не то мылом, а комната еще наполнялась звуками пианины, стоявшего у стены. И было прекрасно. Второй из мужчин, с которым она общалась, находился чуть дальше по коридору. Еще надо было свернуть в одном месте, подняться на пять ступенек в другом и зайти в комнату, где был совсем другой мир. В этой комнате никогда не говорили о нотах, нотной бумаге, о басовом или скрипичном ключе. Здесь были сплошные другие слова. Колорит, натюрморт, пленер, пластик. Эти слова и бесконечные картины и картинки в пакетах, без пакетов, связанные веревочками, разрозненные красками водяными, красками масляными, тоже будоражили воображение любого. Кто входил в эту комнату, все эти художники-умельцы из народа, разбросанные по всей стране, рисовали мечтательно даже яблоко или коробок спичек, или селедку, лежащую в тарелке. Это была очень жизнерадостная комната. И был в этой комнате очень жизнерадостный художник с круглым лицом и фантастической прической. Казалось, что у него на голове роются какие-то смерчи, извергаются гейзеры, пылают лесные пожары и застилают кусты и туманы. Так взлохмочены были его светлые пушистые волосы. От своего природного характера и от того, что сам художник фантастическим образом на своей голове еще тормошил время от времени шутя или порассеянности. Еще он зачинял стихи, и с ним было очень весело. Третий человек обитал на лестнице или в подвале. Он был студентом, но умел и рисовать, и писать стихи, и играть на пианино. Кроме того, он носил вызывающие усы. И около его усов сюда находились глаза, наблюдавшие и собирающие мнения, вернее впечатления женщин от этих черных усов. Последнее обстоятельство делало его не только привлекательным, но и неприятным. Она потратила несколько приятных лет своей жизни на разговоры с этими мужчинами, которые за ней ухаживали, хотя все трое были женатыми. Больше всего она в конце концов увлеклась студентом. А у студента, хотя и была жена, но не было детей. И поэтому была какая-то надежда его увлечь за собой и найти с ним счастье. Все это дорого ей обошлось. Она потеряла половину души и половину жизни, но не добилась своего. Еще десять лет жизни было потрачено на других мужчин, но каждый из них чем-то был похож на тех трех, что ей встретились, когда ей было восемнадцать лет. А чем же все кончилось? Она еще жива, и поэтому еще не закончилась вроде бы, но все-таки она уже стала толстой женщиной. Она все так же путает на ходу литературных героев с теми, кто сейчас окружает ее, с теми, кто ей встретился, когда ей было восемнадцать лет. Психиатры ей занимаются по просьбе родителей. Она успокаивается после курса лечения и уже не говорит так много, как обычно. Нельзя во всем винить ее неудачную юность. Хотя она ее вспоминает с улыбкой и слезами. Нельзя, потому что в какой-то мере у нее была предрасположенность к душевному заболеванию. У нее младший брат умер в сумасшедшем доме. И все-таки я представляю, как она идет, восемнадцатилетняя, по тем улицам, когда она была юной девочкой, в сопровождении почтенных мужей. А один из них был я сам. Я был студент. Я представляю, как она идет в сопровождении почтенных мужей и вдруг встречает себя через тридцать лет. И тогда я представляю, что она с грустью смахивает слезу со своей щеки. А мужчины в растерянности просто тают в воздухе, как утренний туман. Но каждый из них все равно помнит все это наедине с самим собой, особенно студентами. Студент.